На портал Акзагет поступил вопрос, чем состояние теплоохладности опаснее, чем холодность? Ну да, это известное высказывание, что если был бы ты холоден или горяч, но ты теплый, потом изверг тебя из у своих. Это Бог говорит человеку. Вот чем теплоохладность хуже, чем холодность? Вы знаете, теплоохладность это равнодушие в духовной жизни. И равнодушность человека труднее пробудить человека неравнодушного, пусть даже и в таком отрицательном плане. Как известные слова философа-религиозного Бердяева, что атеизм это вера с черного хода. Человек постоянно возмущен. Он вроде атеист, но только о религиозных вопросах думает. Больше, чем иногда иной батюшка, который уже давно достаточно ракоположен, уже ко всему привык. Вот он и героица, и Евангелие он все изучил, лучше любого семинариста после сдачи Нового Завета. Вот. И что это? Это неравнодушие. Глядишь, его как Савра, который гнал христиан, как-то Бог у него что-то щелкнет в голове, что он как-то сложится, пазл как надо у него духовное. И он вместо гонителя Христа станет, так сказать, даже святым, как апостол Павел. Благонитель стал первонапостолом. Благодаря своему неравнодушию. И потом, кстати, он бегал по всему Ближнему Востоку, искал христиан, когда был Савром. Когда обратился, он бегал уже по всему Среднеземорью, там от Испании до Испании доходил, обращая в Христа, 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 в Веру Христа. Вот это один тоже человек, неравнодушный, горячий. Хай, вот, многие соплеменники, ну, Хрис, ну, что вы так это, ну, Христос, ну, Аллах, ну, Моисей, ну, какая разница? Давайте жить дружно, пить пиво, ходить на футбол, смотреть всякие юмористические передачи, давайте о хорошем настроении, ну, какое покаяние? Ну, это же вредно для психики. Казалось, из покаяния возьмите от депрессанта, попейте в конечном счете, все пройдет. Это у меня, во-первых, духовника, как-то его прихожанка вышла замуж за одного, в лучшем советское время, ну, где-то он там жил на Западе, то ли он был бельгиест, то ли, в общем, что-то вот, что-то из Бенилюк спал. И они приехали в СССР еще тогда, ну, сколько родина жены, ну, и она пришла к батюшке, стал говорить о Боге, тот сидит, улыбается, довольный, и батюшка говорит, слушай, ага, ну, муж-то, может, тоже хочет поговорить о Боге? Она так, это, махнула рукой, оставьте в покое. Говорит, ну, батюшка такой нежнодушный, говорит, ну, как же, ну, давай, может, как-то, ну, задайте им вопрос, ну, она взяла, ну, вот, о Боге вы как-то думаете, там, ну, и этот, значит, муж через, ну, наверное, свою жену, да, как переводчик, отвечает, у меня есть хороший дом, у меня в подвале есть хорошие бочки с вину, у меня есть красавица и жена, зачем мне Бог? У меня все есть. Вот теплоохладность. Конечно, она все равно плохо кончается, в кончете. Она плохо кончается, все равно человек придет, ему в этом и Бог поможет, и, так сказать, враги Бога, бесы, все равно он придет к чему-то нехорошему. Но, так сказать, ну, вот в моменте-то кажется, что, а зачем, так сказать, я Боге и нуждаюсь. Кстати, несполучая на будняки, разбойники предваряют фарисеев, фарисеев, которые были удовлетворены своей духовной жизнью и, служа в Боге, в Боге и нуждались, они предваряют Царство Небесное, как нам в Священном Писании повествует. То, что вот эта иногда страшная греховная жизнь, она человеку не позволяет им быть равнодушным. У них это слишком все трагично и все тяжело. Душа умирает, и поэтому человек вот начинает искать и каяться в кончете, приходит покаяние. Поэтому, и вот самое страшное, это когда наша церковная жизнь становится теплоохладной. Если ты становишь теплоохладной, борись, чтобы стать горячим. Борись с этим, чтобы стать нервнодушным. А иначе тебя Бог извергнет из уст своих, как оно предупреждало. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.